На протяжении нескольких лет жители района Голованово в Перми жалуются на участившиеся случаи появления удушливого запаха и густой жижи в реке. Местные связывают это с тем, что Пермская целлюлозно-бумажная компания увеличила производственные мощности. Временами сброс такой силы, что даже дышать невозможно. Кто живет на первой линии, там на улице Корсунской, либо Сестровецкой, невозможно бывает временами открыть окно. Ты приходишь с детьми на берег, а там место воды, там масса плавает, что ты просто не можешь физически туда войти, потому что тебе противно, ты понимаешь, что это отходы нашего комбината, потому что в ближайшем окружении нашей реки нет ни одного предприятия, выбросов подобных нигде нет. Периодически берег реки покрывается мертвой рыбой. Ну, когда я здесь еще начал, тут еще лес возил, а комбинат, ну, мы ловили за утро лещей по 70-80 лещей, а сейчас мы рыбу не берем, вот ее и нет. У меня лично в 15-м году умер отец от онкологии, у меня у друзей, родители умерли от онкологии, очень много людей умирает от онкологии у нас. То есть, понятно, что это не 100% все от ПЦБК, но какую-то часть, конечно, дает ПЦБК. Хронических заболеваний легких, мне кажется, очень много. Просто об этом люди не задумываются, не говорят, а когда начинаешь больше копать к этому, люди умирают, даже те, которые спортсменами занимались. У меня есть вот, например, спортсмен, всю жизнь прожил здесь, проработал на ПЦБК, не курил никогда, а умер от рака легких, так же, как мой отец. Небезразличные к экологии головановцы уверены, что загрязнение удалось бы избежать, если бы компания установила новое оборудование на очистных сооружениях. Руководство предприятия несколько лет заявляет, что очистные сооружения находятся в процессе модернизации, но пустить корреспондентов на свою территорию отказалось. Жители подозревают, что сточная труба выходит прямо на середину реки Чусовая. Вот данная труба, данная труба, ранее лет 5-7 назад, наверное, выходила просто без всяких углублений, закопов, просто выходила в реку. На данный момент сейчас эта труба закопана и выведена метров на 500-700 в реку. То есть, когда происходит слив, видно только на самой реке. Только после многочисленных обращений и коллективных исков суд оштрафовал ПЦБК. Но размеры штрафов, которые получила компания, смехотворны. Что такое штраф, который мы добили порядка 120 тысяч рублей? Это минута работы нашего завода, то есть это капля в море. Живущие на краю поселка обеспокоены и другой проблемой – гороотвалом. Огромная свалка, отведенная под отходы производства, много лет росла, подбираясь вплотную к поселку. Когда весной начинает таять снег, верхние слои свалки сползают, задевая жилые дома. Вот здесь стоял пристрой. Вот сейчас вот здесь. И то, что осталось. Земли было до туда, земля уехала все оттуда. Гора свою дается. Химия из химии. Они древесину обрабатывают химией. Но это, ну что делать, техпроцесс такой. Но дело в том, что раньше как-то стали ее даже перерабатывать один год. Ну, затухло быстро. Вот Краснокамский ЦБК, вот они решили проблему свою. Вот свалку закрыли, но они вывозят далеко. Ну а тут, что-то, денег-то нет. Вы сами понимаете, какие деньги надо КАМАЗ увезти куда-то в Ярославу Ленчику. Мы всячески пытаемся сделать так, чтобы наш родной, в кавычках, ПЦБК просто сделал положенные для него очистные сооружения. Мы ничего не хотим. Мы хотим, чтобы просто люди жили здоровыми и не дышали этим запахом. Купались в чистой реке и жили, радовались. Вот только лишь это. Насколько мы знаем, что очистные сооружения стоят очень больших денег. И никто не хочет, соответственно, вкладывать деньги в развитие самого завода. Это большое предприятие, на котором работает большое количество людей. В том числе моих друзей, близких, знакомых. Мы не против, чтобы комбинат существовал. Мы наоборот, за. Мы просто хотим, чтобы комбинат соблюдал законы по экологии. Должны быть соответствующие сооружения очистные. Будьте добры, постройте есть. А раз вы не строите, значит, надо как-то за это отвечать. К сожалению, пока у нас нет никаких законных методов, которые повлияли бы на реконструкцию новых очистных сооружений.